Шовотофа, Гутывох, хорошей недели. У нас 185-й урок по Мишли, 21-я глава, мы начинаем с 15-го пасука. Он говорит, Шламамелла говорит, правый суд – радость для праведного и страх для делающих зло. Объясняет Мальбим, о чем идет речь. Вначале я читаю на иврите. Мальбим говорит, цадик – это человек, который ведет себя в соответствии с законами праведности. О пале вон, что такое делание грехов, люди, которые делают прегрешения, это люди, которые делают быковых зро, лаосоку, лахмос. То есть силой пытаются сделать эсек и хамас. Это два вида разбоя. Эсек – это в основном рябит и что-то подобное, а хамас – это какие-то определенные виды разбоя. Что оба это действия – это ровно наоборот понятию цедека, понятие справедливости. И в то время, когда Всевышний склоняет линию суда и судит в соответствии с действием, или во время, когда он делает мишпад внизу, в нижних мирах, мель шафтеэрис, который исходит от земных судей, понятно, что тоже делает земные сути, они тоже делают по распоряжению Творца, то тогда праведник радуется, потому что он, вся суть праведника – это желание, чтобы в мире был мишпад, чтобы в мире был правильный суд. Вы еда, и он знает, что тогда, что он удостоится аль-едей посредством атрибута мишпад, который происходит в мире. Люди же, которые делают овон, то есть им этот мишпад, он не по шерсти, а наоборот, поскольку они понимают, что посредством строгого суда они получат не награду, а наоборот по голове. Точка. Как бы простое объяснение, без всяких усложнений, и Мальбим не пишет ничего на уровне Рэмеза, пишет только на уровне Пшата. Гоан Вильна говорит, что когда Кодыш Барагу делает дзин суд урашоем, то едуну аль пашейхам, то он ссыдет нечестивцев, в соответствии с их прегрешениями, и тогда есть симха – радость для праведника. Как сказано, это стата из псалмов, «Вы итпарду коль па ле а вон, и будут разделены все делающие грех. Вы цадик китамар и фрах, а праведник будет расцветет, как цветет тамарь». Тамарь – это что по-русски? Пальма. Финиковая пальма. Как финик расцветет. Но этот дзин – это махиятола па э ле а вон. Это является, то есть, расцвет садика – это махия, это отталкивает тех, кто делает грехи. Здесь есть небольшой ремес Огаона, на который я хотел бы обратить внимание. Я не уверен, хотя, скорее всего, да. В русском переводе у меня здесь есть псалмы, так я псалмов не приготовил. Псалме номер 92, на который ссылается Гаон, есть такой момент. Один момент. Совсем тяжело по-русски искать все это. Давид Амеллах говорит, нет, я потерялся. Значит, это псалом, очень известный псалом, Мизморшилл, Йома Шаббас. Псалом для шаббатнего дня. Тоф ла адот ла ашем, хорошо благодарить Всевышнего, петь его имени Великого. И говорить с утра про его хэсад, и про его имну, про его верность ночами. Аль ошир, ва аль невель, алей гион бахинор, про поводу его богатства, отдавания богатства, по поводу еще каких-то вещей и так далее. Потом в десятом предложении он говорит, вот, враги твои Всевышний, может быть, надо чуть-чуть раньше, сейчас, секундочку, он говорит в восьмом пасуке, в тот момент, когда расцветают нечестивцы и растут, как трава, ты начинаешь делать так, что ты их истребляешь одного за другим. То есть, во время расцвета нечестивцев, ты начинаешь их истребление, и они по одному навсегда пропадают. Ва ата, маром ла аллам ха шем, а ты навсегда находишься сверху Всевышний, потому что, гина ой вейха ха шем, вот враги твои Всевышний, гина ой вейха и авду, враги твои будут пропадать, и тпарду будут рассеиваться все по лея вон, все, кто делает грехи. Достаточно. Давид Амеллах говорит, что рассеиваются, все рассеиваются, слово рассеяться меня здесь волнует, те, кто делают грехи. Здесь слово Амеллах говорит, что у цадика наступает радость в тот момент, когда он видит проявление суда, которое идет со стороны Всевышнего, либо через земных судей, либо со стороны лично Творца, который происходит, то это вызывает радость, веселье у праведника. Но в этот же момент у цадика, у расшоем наступает обратный эффект, поскольку они видят, что начинается рассеивание всех, кто делает авон. Здесь есть несколько, и на уровне пшата, и на уровне совсем не пшата, здесь есть несколько важных деталей. Есть понятие объединения и понятие разъединения. Когда мы утром и вечером читаем Шма Исрой Рашем Элакейну Рашем Ихад, Всевышний наш Бог, Всевышний Един, то мы говорим об объединении различных проявлений Всевышнего и об объединении к Душе, когда она сращивается и соединяется, и через нее является раскрытие атрибута Мишпад, соединение атрибута Мишпад с атрибутом Милосердия. И вот это единение различных атрибутов, это и есть проявление Ахдуса Единства Всевышнего. Вся лестница проявлений Творца во всех мирах, она разбита на 10 сферот, на 5 порцуфим, на различные разделения различных миров, Ацилосбрии, Цераси и так далее. Но все эти миры, все эти сфероты и так далее, они объединены в одно целое, и это то, что называется Хошем и Хат. Периодически мы видим влияние через одно проявление, периодически через другое. Мы видим проявление двух имен Всевышнего, имени Лаким и имени Хошем, Юткой и Вавкой. Но мы говорим Хошем и Лакейну, Хошем и Хат, что эти проявления, они сводятся к корню, который называется Ихат. Точно так же, как душа Всевышнего проявляется в этом мире через определенное дерево, которое называется Эцхайм, и Рязаль объясняет это Эцхайм, строит, объясняет все это дерево жизни через проявление сферот, миров и так далее, и так далее. На самом деле, это начинается с Зохора, но Рязаль просто более подробно это описал, более понятно, скажем так. То точно так же, как есть понятие Эцхайм соединения миров и вытекания одного из другого в виде Гдуши, точно так же это происходит в виде Тумы, в виде нечистоты. И есть Адам де Гдуша и Адам де Тума. Есть человек святости и человек Тумы. Адам де Гдуша – это Адам Аришон, первый человек, который был создан. Оставим сейчас все проблемы, которые произошли с тем, что он ел от дерева познания и так далее. И Аков Авин, который тикенх от Адама Решон, который исправляет грех Адама Решона, он называется целым и лаким, он по образу и подобию Всевышнего, и через него шма Исраэль, поэтому именно через него мы обращаемся, имя Исраэль, что мы получили имя Исраэль через заслуги и Аков Авин, понятно, что Хошем Эхат, Всевышний Един, объединение всех сторон, всех проявлений Творца и так далее, то одно из выражений Хеседа Всевышнего, милости Всевышнего, является то, что в отличие от к души, которая соединена вместе и растет, вытекает одна из другой и Хошем Эхат, когда мы говорим о состоянии тумы, которая в мире происходит как расшаитство, как нечестивство, то это связано с тем, что все элементы этой тумы, они не соединяются одним с другим, у них нету вот того соединения, которое есть в душе, и они рассеяны, они распределены. И здесь Давид Амадох обращается к Всевышнему и говорит Мезмаршир Льяма Шаббас и говорит о расшоем, что ты рассеиваешь тех, кто делает оон, тех, кто делает страдания, несчастья, зло. Ты рассеиваешь расшоем в этом мире. Поэтому рассеивание расшоем это вещь обратная объединению имени, Всевышнего объединения всех видов к душе, которые есть в этом мире. Поэтому семха для цадика, когда происходит мишпат, когда мишпат и цедок соединяются, то это вызывает радость со стороны цадика, потому что мишпат и цедок это как бы две части к душе Творца, две части управления Всевышнего мира, когда Всевышний с одной стороны употребляет атрибутом бесконечного милосердия цедока, с другой стороны атрибутом строгого суда, и когда мы видим объединение этих двух атрибутов, то в этот момент цадик получает семху. В этот же момент расшоем они нечестивцы, те, кто делает оон, это вызывает у них страх, ужас, переживание, потому что тот самый атрибут суда и цедока, который объединяется в душе, он приводит к тому, что расшоем рассеивается, и отсутствие единства в расшоем, это то, что приводит к тому, что в результате колер шаа тихале киашан тихале мингарес, все зло, которое есть в мире, оно как дым будет рассеяно и уйдет с земли, поскольку у него нету объединяющего корня, объединяющего стержня, и это то, что приводит к страху перед расшоем, поэтому Давидом Аллах определил это, именно ид парду коль паэла и авон, что будут разделены, я перевел рассеянные, но это слово перут, это именно разделение, будут разделены все те, кто делает авон, кто делает грехи. В ицадик, китамар и фрах, а цадик, он будет расцветать, поскольку именно в этот момент цадик почувствует, увидит, я не знаю, как это сказать, единство Творца, и это объединение Мишпада и Цедока, о котором здесь сказано. Окей, следующая глава говорит, не глава, а пасук, человек, сбившийся с пути разума, отдохнет в сонме покойников. Очень такая приятная перспектива. говорит Шлома Амеллах, Адам то Эмми Дерих, человек, который сбился с дороги, с дороги Гасехль, с дороги разума, он будет находиться в обществе духов, привидений, я не знаю, как дословно сказать, и там он будет отдыхать. Рафаим на современном юриде это привидение. Что имеется в виду, сейчас увидим. Говорит Мальбим, момент, Мальбим прежде всего перевод слова Гасехль, дорога разума, я его перевел, Мальбим переводит Сейхль это сила Гахат Ашерба Адам, та сила единственная, которая есть в человеке, которая дает ему возможность Лавин Бадварин понять какие-то вещи, те вещи, на которых не шелетет Бина, на которых разум не достигает этого разума. Например, Бенине и Лакут и Нифлаотав, а Всевышнем, о божественности и его чудесах. И есть Сейхль-Тов, есть хороший разум, который называется Рога-Кодыш. И есть Сейхль, который является Макор, источником всего понимания. Теперь Мальбим назвал довольно серьезные вещи. Давайте попытаемся посмотреть, что он говорит в Мусарве-Хохма в комментарии Ининим. Он говорит, что есть разница между Сейхль и Хохма, и Бина, и остальных духовных частей. А именно, Сейхль это сила, которая находится в человеке, которая ему дает возможность Легасик и Лакут, постигнуть божественность в духовностях и в чудесах, что вещи, в которых не могут прийти посредством Бины, их невозможно достигнуть посредством Гэкиша, Мафтим, посредством изучения и не познать посредством Гакаратхушим, посредством анализа своих ощущений. И вот эта сила достигается Гасаги, Гашгохи. С помощью Сейхля можно постигнуть Гашгаху, то есть, как Гашгаха перевести, надзор. И вся Эмуна, которая и все вещи связаны с Эмуной, с верой, которая зависит от того, как о них размышляешь. И человек, который ошибается в дороге мудрости, в дороге Сейхля, он ошибается в понятии Эмуны божественности, и он как отрицающий Гашгоху, надзор Всевышнего, и отрицающий их познание Всевышнего, знание о Всевышнем, и его Гангаги, его управление, его чудес, и эти люди, которые ошибаются в этом, они называются минимум, еретики, что у них нету дела в будущем мире, и у них нету возможности исправления. Убахахаль, Рафаим, и они будут находиться в Кагали, в общине, ну, Рафаим, я не знаю, как перевести, то есть, вот, я не хочу так перевести, поскольку это то, что говорит Мальбиум, объясняет, что такое Кагали Рафаим, это означает, что они спустятся в Гееном, это перевод, который переводит Мальбиум, дословный перевод Рафаим сегодня, это призрак, но Мальбиум объясняет, что они будут находиться в той компании, которая окажется в Гееноме, здесь очень длинный Гагро, но для того, как мы его начнем читать, часть этого, наверное, он скажет, я так предполагаю, но есть одна такая вот деталь, которую мы уже обсуждали один раз, я помню, я только не заметил, во сколько я начал урок, окей, так вот, когда, я не знаю, с чего начать, просто одну секундочку, дайте мне подумать, один момент, есть такое понятие, понятие, которое называется имуна, понятие веры, мы, когда читаем 13 принципов веры Рамбома, если читаем, если думаем о нем, мы говорим, анима, амин, баэм, анаш, лима, я верю полной верой, понятие веры, это понятие очень, на самом деле, скользкое, и для иудаизма достаточно важное, но непонятное, поскольку человек говорит, я верю, другой говорит, а я не верю, ты веришь, я не верю, что ты от меня хочешь, вера, она предполагает изначально понимание того, что я не могу этого знать, я должен не знать, а именно верить, как можно верить, на что можно опираться, а вдруг это неверно, поэтому человек начинает, для того, чтобы прийти к вере, есть какие-то разные пути, и я не хочу длинно в них ходить, но есть определение веры, которое не совсем соотносится с иудаизмом, определение, которое такая вот слепая, я полагаюсь, я верю, и все, и ты меня ничем не можешь сбить, и когда начинаешь разговаривать с подобными людьми, и говоришь, что немножко глупо это звучит, и так далее, а я верю, и все, и сдвинуться с этого невозможно и не нужно для них, но вопрос, что хотят от нас, что мы должны называть понятие эмуны, в тот момент, когда само это понятие включает мое непонимание и незнание того, о чем я сейчас говорю, как можно тупо верить в какую-то вещь, когда она недоступна по знанию, а если это можно знать, и знать на сто процентов, знание всегда на сто процентов, меньше, чем на сто процентов, это уже незнание, если человек может это знать, то как от него можно требовать, чтобы он верил, нужно, чтобы он знал, и поэтому получается некая не совсем понятная вот такая вот картина, которую Мальбим определил, что есть кох-го-сейхль, кох-разума, который выше, чем хохма-ебина, ни хохма, ни бина не могут меня привести до состояния, когда я буду знать и приду к состоянию мны, есть нечто, что находится выше, чем хохма-ебина, через которое я могу попасть в состояние, которое называется эмуна. И поэтому я хочу немножко коснуться и попытаться как-то определить, что такое эмуна на каком-то уровне, я не берусь полностью отвечать на вопрос, на каком-то уровне, что от нас вообще требует Всевышний в виде понятия, которое связано с эмуной. Для того, чтобы это сделать, мне проще коснуться некоторых сферот, для того, чтобы через сферот к этому прийти. Существует три верхних сферы, которые называются кетер, хохма и бина, и в другом прочтении этого это три сферы, это хохма, бина и дат, хохма, бина и дат, где датом является, хохма и бина это две верхних, а дат это нижняя. В другом варианте трех верхних сферот это кетер, хохма и бина. Кетер и дат меняются в определенных условиях, я не буду входить в детали, это нам сейчас не принципиально. В определенных условиях мы считаем хохма и бина дат, в определенных мы считаем кетер хохма и бина. Дат находится ниже, чем хохма и бина, кетер находится выше, чем хохма и бина. Кетер это верхнее желание творца, верхнее проявление творца, которое мы называем аин, то есть то, до чего мы не можем дойти никаким пониманием. Хохма это еш, но еш, который мы понимаем, только то, что оно ешь и больше ничего. Бина это уже некое понимание того, чего хочет какой-то перут, какой-то детализация того, что хочет Всевышний, но на таком уровне, что мы можем задать вопрос ми, кто, что, но больше понять еще там невозможно. Дат это соединение хохма и бина таким образом, что человек познает, включает, понимает какие-то вещи. хохма это получение сверху, бина это обработка того, что я получил сверху, и дат это нахождение с тем, что получено и обработано в таком кэшере, в таком контакте, в таком хибуре, в таком соединении, что в этот момент человек, который говорит ани, йодеа, я знаю, это означает, что человек находится в таком уровне соединения с этим знанием, что он не может оторваться от него ни на одно мгновение. дат это всегда понятие, которое в Торе называется понятием хибур-соединением, его символизирует буква вав, вав это всегда хибур, в-и, соединение с тем, что было раньше, и слово дат впервые, я много раз это говорил, появляется в Торе, когда сказано в-я-да, Адам, это хава, и что, Адам познал хаву, свою жену, познал, это значит соединился на таком состоянии, что они превратились в басар и хат, они превратились в единую плоть, понятие знания, это понятие полного соединения с той информацией, которая получена и обработана человеком. На основании этой информации, когда он пришел в состояние дат чего-то, мы сейчас говорим дат Гошем, дат Всевышнего, он приходит в состояние, когда он переходит в некое понимание на уровне Сейхеля, разума, понимание того, что он не может познать, но на основании того, что он знает и четко видит, понимает, проанализировал, он может подняться и начать представлять, начать выходить за уровень того, что человек может познать, и коснуться того, что познать невозможно на уровне человеческого разума. Понятие сферы, которое называется кетер, который которые параллельны, мукбали, я не знаю, как по-русски сказать, соответствуют понятию дата на уровне уже познания, и дата выходит на уровень кетер, когда человек выходит за уровень человеческого понимания с помощью тех знаний, которые ему даны. И на основании тех знаний и понимания, и анализа мира, которые он понял, как дважды два-четыре, он приходит к выводу, который называется иммуна веры во Всевышнего. Потому что человек не может знать Всевышнего, и познать его невозможно. Это выше человеческого разума, поэтому у нас есть митцва иммуны, у нас есть митцва веры. Но эта вера должна базировано быть строго на человеческих знаниях, которые рождаются из Торы, который является хохмой, анализа Торы Шабальпе, который является бина, и когда это становится частью человека, он с ним соединён на все сто процентов, только тогда он может достигнуть понятия иммуны. И это то, о чём сказано. Человек, который является амгарцем, он не может быть хасидом, потому что он не может достигнуть состояния иммуны, потому что иммуна рождается из Торы, Бехтав и Торы Шабальпе, соединения этих Тор, хохма и бина, которые входят в человека, становятся частью его. Митцвот, который он делает, который михабрим его, соединяет его с Торой и митцвот, только тогда он доходит до состояния настоящей иммуны. И это то, о чём говорит Мальбим, что есть единственная сила, которая есть в человеке, который может помочь ему познать Всевышнего, это и есть иммуна. Это сила, которая называется сейхль, сила разума. Иммуна не может родиться без разума. Иммуна, которая рождается без того, чтобы думать и размышлять, к чему, насколько мне известно, некоторые люди призывают, это не называется иммуной, который Тора называет ани-ма-амин-ба-имуна-шли-ма. Я верю в полной веры. Поэтому любой из 13 принципов иммуны, которые формулирует Рамбом, эти вещи, которые называются иммуной, а не едиёй, они не называются знаниями. Есть некоторые из них, первые четыре, которые человек может постигнуть сам, но все остальные должны быть им приняты сверху, потому что если он их не примет, им неоткуда взяться. Они должны базироваться на Торе и вытекать из Торы. И если они не вытекают из Торы и так далее, он просто говорит, что я ма-амин, то получается достаточно неприглядная картина. Я приведу один пример, который связан с Махлокисом, Лымайсом, Рашей и Рамбомом. Но, то есть я говорю не совсем верно, но это иллюстрирует то, о чем я сейчас говорю. Есть мишна в трактате Сан-Гедрин, очень известная мишна. «Коли сраэль ешла эмхэлэ кла-ла-ла-ма-ба». Весь Израиль у них есть в дел в будущем мире. «Вээлу шэйн лэ эмхэлэ кла-ла-ма-ба» «Тра-та-та-та-та-та-та». Один из тех, у кого нету дел в будущем мире, это человек, который отрицает Хиаза Мэйси. И, я не знаю, есть ли у меня здесь Гемора Сан-Гедрин, может быть и есть. Я хотел бы прочитать одного Раша, просто чтобы на нем побазироваться, если она есть. Одну секунду. Гемора есть, спасибо большое, извините за неподготовленность. Гемора говорит «Коли сраэль ешла эмхэлэ кла-ла-ма-ма-ба». Момент. «Тот, который говорит энт хиаза мэйси минаторе». Человек, который говорит, что нету воскрешения, оживления мертвых историй, он теряет удел вала-ма-ба. Говорит Раша, что он коферба мидражим. Почему? Потому что он отрицает те мидражим, которые есть в Геморе. «Выл и камон». Дальше в Геморе были сказаны. «Минайлэ тхиаза мэйси минаторе». Откуда мы знаем, что есть оживление мертвых историй? И говорит Раша довольно непонятную вещь. «Ваофилу». Даже если этот человек, модэ умаамин, верит и признает, что мертвые оживут, но он говорит, что на этом нету намеков Тори об этом, то он кофер, он называется отрицающей основой. «Ваофил ваокер шиештхи адамэ си минаторе», поскольку он отрицает, что в Тори говорится про оживление мертвых. «Ма лану уломато». Какая нам разница, что он верит в это? Потому что откуда он может знать, что это так? Поэтому этот человек называется кофер-гамур. Сто процентно отрицающая основа веры. Раша говорит довольно странную вещь. Человек, который не учил Гемора Сангедрин, не учил Довца Диомат Бейт, где сказано, из каких псуким выводятся эти вещи, он говорит, что да, я слышал, я знаю, что есть, верю, полная вера, что есть оживление из мертвых, мертвые оживут только так. Но он утверждает, что нету такого мидраша в Тори, что Тора этого не утверждает, то этот человек теряет удел Валамаба. Он теряет удел в будущем мире. Рамбам этого не приводит. Рамбам, судя по всему, так не считает. Он не приводит то, что человек должен верить полной верой, что есть оживление из мертвых, о которых есть намек в Торе, и приводить те намеки, которые приводятся в Геморе. Он тоже знает, что это есть. Но, судя по всему, по Рамбаму, человек, который считает, пришел к выводу своими личными наблюдениями за миром, и пришел к тому, что есть удел, что мертвые оживут, этого достаточно. По Раше это недостаточно. Раше говорит прямым текстом, что он должен знать, что в Торе указано оживление из мертвых. Есть мидраши, мисторы, которые указывают об этом. Если он сообщает, что он в это верит без этих кусочков Тора, это не называется имуна. Что имеет в виду Раше? Что от человека хотеть? Ну, он полуграмотный. Он не причитал Геморо Сангеден, Цади Омутбейт, он только дошел до Цади Омуталев. Он не знает, что есть такой мидраш. За что он теряет Алла Маба? Он говорит, да, конечно, есть оживление из мертвых. У него нету Алла Маба, говорит Раше. Почему? Раше считает то, о чем мы сейчас говорили. Понятие имуна, оно должно базироваться на точной еде, на точную даат. Человек должен знать что-то и только на основании своих знаний приходить к имуне. Если имуна человека рождается не от знаний, а от глупости, как мы знаем, такое бывает, то в этом случае есть хиссарон бы имуна. Хиссарон такого уровня из ян в имуне. Из ян такого уровня, может быть, я говорю новые вещи, я не знаю на самом деле. Из ян такого уровня, что на основании этого из яна мы можем прийти даже к тому, что это не называется имуна, и, соответственно, человек ло, маамин, батья, за мейси. Невозможно верить в оживление из мертвых, если нету на это намеков Тори, если нету каких-то идиот на эту тему. Из идиот, из знаний, мы переходим к имуне. Но имуна рождается на уровне сейхеля. Это то, о чем говорил только что нам Мальбим, который утверждает прямым текстом, что есть только одна сила, которая может привести человеку к пониманию того, что такое лакут. Это сейхель. А сейхель, как мы понимаем, понимание лакута невозможно понять полностью. Знать существование лакута полностью, это дворим бетельным, это пустые разговоры. Мы Акодыш Брагу не познаваем. Но для того, чтобы прийти к имуне, мы должны познать какие-то вещи, которые Акодыш Брагу нам открыл, и только тогда на основании этих знаний может получиться имуна. Ну и что я могу сделать? Да. Вот. Теперь мы перейдем к чтению того, что говорит на эту тему Гаон Мивильна. Я думаю, что это очень важный аспект. Мне кажется, что я об этом говорил. И просто раз уж я об этом заговорил, может быть, еще одно на куду надо подчеркнуть. Об этом я точно говорил. Что у человека есть кох-пхера. У человека есть свобода выбора. И это пхера-хавшит, который есть у человека, это неотъемлемая часть вообще всей нашей жизни. От нас требуют, чтобы мы выбрали. Причем понятие выбора, это понятие очень трудное с точки зрения вообще, что от нас хотят, что хочет Акодыш Брагу. Если я знаю, что мне надо выбрать, это не называется свобода выбора. Я прекрасно знаю. Если у меня есть есть саргора, который мне мешает, но я знаю, что от меня хотят, на определенном уровне это уже не свобода выбора. Если я не знаю, что от меня хотят, то как я могу выбрать? Что я должен делать? Орел или решка? Или еще на ребро бывает падает? Что мне надо делать? Здесь речь идет о той же накуде, которую мы только что обсудили. О том же понимании, о том же элементе, который мы только что обсудили. А именно, что человек, у него есть какое-то количество знаний и информации, на основании которой он может экстраполировать, продлить этот график, пройти дальше и понять, представить, что именно ему нужно делать. Если человек не делает этой экстраполяции и ограничивается на уровне знаний, и говорит, а здесь я не знаю, поэтому так как мне удобно, так я и сделаю, это происходит очень часто, чаще всего. Потому что обычно люди живут по принципу, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Но если человек реально хочет не обманывать себя, а понять, что хочет от него Творец, то на основании той информации, которая ему дана через Тору, он может понять, что от него требуется. Это просто очень похоже на понятие имуны, о которой мы сейчас говорили, понятие, когда я исследуя своим разумом, понимаю, что от меня требуется. Имуна – это более такое общее понятие, пхера – выбор – это понятие того же, ну, того же плана, только спущенное уже на конкретные какие-то вещи. Теперь читаем Гаона. Дело в том, что Гаон очень много написал на эту тему, я не знаю, успеем ли мы ее прочитать. Итак, «Адам Тойбе Дерих Гасейхель Бекагар Рафаим Януах» Человек, который ошибается по пути, в путях разума, он окажется в общине Рафаим, и там он будет отдыхать. Говорит Гаон, что соответствует тем, что сказано в Масейхте Брохас, а именно, приводится барайта, «Тану Рабона» «Когда заболел Раби Елизар и когда заболел Раби Йоханом Мензакай, то пришли ученики их, это разные две истории, но очень похожие, их посетить, то есть выполнить митсву Бекур Халим. Поскольку он увидел их, то он начал плакать. Спросили его ученики, «Нерес Ройль, амудрия имени, свеча Исраиля, тот, кто является столбом, правым столбом, потиш хазак, такой сильный молот, за чего ты платишь?» ответил ему, «Иллу лифней мэлэх басар вэдамгаю малихимоти, если меня сейчас вели к царю из плоти и крови, сегодня этот царь, здесь, завтра в могилке, я бы плакал, я бы боялся, ахшав, сейчас, меня ведут к царю царей Всевышнему, который жив и существует, во всех мирах навсегда, если он на меня разгневается, то это гнев навсегда, если он меня в заключение пошлет, то это тоже навсегда, если он захочет меня убить, то это смерт навсегда, я не могу его уболтать, я не знаю другого слова по-русски, умиротворить словами, уболтать есть такое слово, по-моему, не могу ему дать взятку деньгами, как мы уже обсуждали, и не только это, у меня есть два пути, один путь в Ганеден, другой путь в Гейном, я не знаю, по какому пути меня поведут, и я не буду плакать, ответили ему, наш учитель, благослови нас, ответил им, пусть будет угодно, чтобы вы боялись Всевышнего, настолько же страх перед небом был у вас, настолько же силен, настолько страх перед басарвадам, перед плотью и кровью, до того, как мы прочитаем Гаона на эту тему, здесь есть очень известная Шейла Рафисройль Салантера, Рафисройль Салантер спрашивает, он обращается к глубоко верующим людям, живущим в Торе, Талмидей Хохомим, людям, для которых Тора – это не пустой звук, и он спрашивает, если каждого из вас спросить, боитесь ли вы Гейнома, и боитесь ли вы наказания за Вейры, которые вы делаете, то любой нормальный человек ответит, что да, конечно, боюсь. Насколько процентов вы верите в то, что Всевышний накажет вас Гейномом? за Вейру, которую вы сделаете? Человек скажет на сто процентов, я этого боюсь. Если мы так много об этом говорим и реально считаем, что это так, то почему же мы вообще не боимся наказания? Никак. Если человек сейчас пройдет мимо какой-нибудь каменной стены, в которой, ну, есть вероятность одна миллионная, что там в какой-то щели находится змея, то он будет стараться обойти, пройти, не прикасаться, не класть руку в щелку и так далее. Возьмем более простой пример. Человек идет мимо какого-то места, где находится надпись «Осторожно, злая собака». В общем, единственное, чем он рискует, что, может быть, собака его облает. Есть какая-то вероятность, однако, миллиону, что собака не на цепи и выскочит оттуда, и, может быть, даже чуть-чуть укусит. Человек постарается обойти стороной это место. В тот момент, когда человек стоит перед свободой выбора, сделать Авэйру или не сделать Авэйру, эта ситуация значительно более суровая. Авэйра находится, наказание гейнома за Авэйру, это 100%. И человек это знает и в это верит. Но если это так, то как может быть, что он абсолютно не верит в то, что ему дадут наказание за эту Авэйру? Если он так сильно верит, то почему он вообще в это не верит? Что я имею в виду? Мы видим, что люди делают один за другим Авэйру. И это Кушьяров из роли Салантера. Он обращается к человеку, который верит, соблюдает, знает, и так далее, и так далее. Почему Ират Шамаем от нас находится так далеко? Боясь неба у нас находится так далеко. Раби Йоханнен бен Закай, или Раби Лезар, примерно одна и та же история, он отвечает, что Браха, который я вам даю, чтобы у вас был Ират Шамаем так же, как Ират Басар Вадам, так же, как вы боитесь человека. Что это означает? Слово Шамаем происходит в слове Шам, там. Оно находится где-то далеко, где-то непонятно где, непонятно что, в другом измерении. Измерение, которое на нас влияет, очень-очень мало, потому что если бы нас, хотя бы, мы боялись Шамаем так же, как собаки, то мы бы никогда не сделали Авэйру. Грубо говоря, все люди, без исключения, я так думаю, может нет, многие люди, нарушают правила дорожного движения, переходят дорогу на красный свет, превышают скорость, проезжают на красный свет, если ведут машину и так далее. Обычно, большая часть людей в трезвом состоянии, этого не делают в тот момент, когда рядом находится милиционер. Около полицейского этого не делают, даже стараются, чтобы им сообщали о том, что здесь находятся полицейские, видно иногда, что вдруг машина начинает резко снижать скорость. И так аккуратненько, шепотом ехать, отдавая честь полицейскому. Когда мы видим полицейского, мы делаем Авэйры. Если бы вы понимали, что Акодыш Барагу нас видит всегда, это тот полицейский, который на стреме находится все 100% времени, то у нас не было бы ни одной Авэйры, которую мы сделаем. Но Ирад Шамаем, он находится Шам, там. Гейном где-то далеко, а мы где-то близко. Поэтому сейчас здесь хочется чего-то определенного, и страх наказания отступает перед этим желанием сейчас конфетки. У детей это иногда видно еще сильнее. Ребенок, которому сейчас предлагается какой-то питуй, какое-то чего-то, ему надо сейчас. То, что если ты будешь себя хорошо вести, то тебе послезавтра дадут конфету, причем конфета может быть очень большая, велосипед купят. Ему никак не помогает, потому что он живет в настоящем времени, которое есть сейчас, и что послезавтра для него до определенного времени очень мало доступно. Когда он вырастает, он начинает понимать, что такое завтра, послезавтра, но это потому, что он уже видел, что завтра иногда наступает. поскольку мы находимся в состоянии, когда мы не видим, как наступает то завтра, где находится наказание, то Ирад Шамаем у нас стремится к нулю. Поэтому, говорит Броху, Раби Лезер, Раби Ихнан Бадзакая, говорит Броху, пусть вы будете бояться небес, так как боитесь Басар-Вадам. Говорит Гаон, есть три вида Динем, суда, которые проходят в человеке. Первая, Гейном. Вторая, Гилгуль, переселение душ, про которое все уже слышали, которое есть либо в Дамэм, либо в Цамэх, либо в неживую природу, камни, минералы, либо в растительный мир, где нет никакой свободы выбора, никакой нормальной жизни, и душа, которая находится там, все ее наказание в том, что она переживает по поводу той Аверы, которую она сделала, потому что именно этим людям, которые переселились, этим душам, которые переселились, возьмем, к примеру, камень, им сообщают, за какой Авера они находятся в камне, и так может продолжаться 100, 200, 300 лет, может продолжаться очень мало времени, но все это время, это переживание, страдание по поводу того, какой я был идиот, что я это сделал. Третье, что он не, его вообще не судят, и у него нету, он не будет жить, его вообще не судят. То есть наказание, когда душа попадает в гейном, наказание, когда душа переселяется в камень, это наказание, которое ведет в результате какому-то исправлению. А есть, его не судят, никакого наказания нету, а просто все, ничего нету. Его нету. Он не живет, все, все закончилось. И это самое тяжелое из всех наказаний, и это наказание, которое называется Рафаим. Вот то, что здесь сказано, что человек, который уходит, как дословно сказано, человек, который ошибается в дорогах разума, он попадает в Кагаль, в общину, которая называется Рафаим, и там он будет отдыхать. Никакого наказания, полный отдых. Что это называется, что он Нихрат Меэритс Гахаим. Он, ему сделан Карет из земли жизни. И это то, что сказано, что если человек Каэс гневается, он попадает в Гейном. Если человек Асруни арестован, то он бы Гилгуль. В том числе Гилгуль, не в том числе Асруни, Ясруни, это значит слово Ассира, тюрьма, заключение, то это значит, что он попадает в Гилгуль, Домэм, Цомея, Хай, в один из трех вещей, не в человека, не в то сооружение, у которого есть творение Всевышнего, у которого есть свобода выбора, а он оказывается в состоянии заключения, его душа заключена, я не знаю, в какой-нибудь собаке. В собаке это лучше, потому что собака живет 15 лет, то есть есть максимальный срок заключения. А он может оказаться в заключении значительно более серьезном, в камне, где срок заключения может быть даже 16 лет, и сотни лет, и так далее. Но это какой-то конечный результат, какая-то жизнь. Но если мы метени, но если ты меня убьешь, то есть он будет умертвлен от всего. Это метаталам, это то, что говорит Рабелезов, что ты можешь меня послать в Гилгуль, я еще раз слова Рабелезова зачитываю, дело в том, что когда теряется иврит, то сразу это теряется. он говорит, что если Всевышний КС на меня, он на меня гневается, объясняет, что такое КС, это гейном, отправит меня в гейном. Если он меня посадит в заключение, то есть в Гилгуль, в неживую природу животных или растительный мир, то это тоже Аллам, это какая-то жизнь, ну ужасная жизнь, но если он меня убьет, то это полная смерть. Что такое убьет, это Эмик Рафаим, это вот Рафаим, о которых идет речь. И это то, что сказали наши мудрецы в Геморре Псохе. Сказали Рафьосиф, люди говорят, Капе Кипа Дахита Нигра Бегава Несрав Хардаля. Ну, здесь несколько поговорок, которые я не думаю, что нам надо сейчас в них входить, но имеется в виду, что все, что здесь сказано, не совсем понятно. Что это значит, все эти измененные языки, которыми какими-то пословицами, которые не имеют прямого смысла, зачем они все сказаны. Но это означает то, что мы написали, что Кипа Дахита, что Кипа, шапка, закрывающая хиту, закрывающая пшеницу, это гейном. Садна Басидной, это простыня какая-то, это то, что человек заключен, душа человека заключена в пожизненное заключение, то есть, это гилгуль, который происходит в Дамэм или в Цамээх, когда человеческая душа оказывается в растительном или неживом мире, или даже в животном, но в том, что не имеет никакого свободы выбора, и она заключена, она не может ничего исправить, потому что гилгуль, который отправляется в человеческое тело, у него есть свобода выбора, и, соответственно, можно сделать какие-то митцвод и исправить то, что было сделано. Гилгуль, который находится в неживом мире, живом мире, растительном мире и так далее, он исправить ничего не может, и суть этого гилгуля, это просто страдание, тюремное заключение, как он перевел. И это то, что мы говорим, борох, матир, асурим, когда мы говорим броху, баруха таашем, матир, асурим, который мы говорим каждое утро в броху даашахар, то Гаон говорит, что это означает, что мы благодаря Всевышнего, давайте вспомним, там есть много брохот, борох шалаасани гой, борох шалаасани эвит, борох шалаасани, и еще борох матирасурим. Браха матирасурим это продолжение этих брохот. Мы благодарим Всевышнего за то, что наша душа оказалась в теле, которое обязано соблюдать митцвод, и, соответственно, в теле, которое служит Творцу и выполняет некие функции в этом мире. матирасурим это благодарность за то, что он вывел нас из состояния домем, из состояния, в котором может оказаться гилгуль души, который будет в состоянии асурим, тюрьмы. Тюрьма это значит место, в котором нету возможности оттуда выйти, нету возможности совершать овоиду. И мы благодарим Всевышнего, что он нас освобождает от этих, освободил от этих гилгулем, и что мы находимся в состоянии человека, а не в состоянии чего-нибудь другого. И это то, что называется, но есть еще одна вещь, еще одно состояние, состояние, когда человека вообще не наказывают, и он просто умирает, метат Аллах навсегда. Потому что все эти наказания подразумевают какой-то тикун, какое-то исправление, какое-то возвышение души. Кроме одного, когда он превращается в Рафаим. Я, честно говоря, не до конца знаю по-русски значение слова привидение, потому что основные мои детские знакомства с привидением были в основном из того, как Карлсон играл в привидение с Фрекенбок, поэтому на большем я не знаю, что имеется в виду, но Рафаим, который имеется в виду здесь, это Рафаим, который, все, тут Польша уже нету жизни, все, это метат Аллах, о котором идет речь. И это то, что сказано. Адам, который тоэ, который ошибается в Дерихсейхаль, в том пути, который указывает разум, как мы уже сказали, Адам, Бемот Адам Раша, есть пасук, когда умирает человек-нечестивец. Это речь идет про трех нечестивцев Израиля, и четвертый из них называется Адам, что он ошибается в дороге жизни, дороге сейхель, дороге разума, и теперь он не исправляет то, что было сделано, испорчено в первые три раза, и тогда он попадает в Кагаль Рафаим, и там он оставляет остается и умирает Метат Алам. Здесь Гаон раскрывает некоторые элементы, которые связаны с определенными некудот кабалы понятия Гилгулей, и шита Гаона, который он здесь нам раскрывает, что человеку дается три Гилгуля, в которых его душа может исправить то, что было сделано. То есть, существует первое, переход души в этот мир. Я не хочу очень, я сейчас очень кратко говорю, это не совсем верно, то, что я говорю, поэтому человеку внутри Адама находились все души всех людей, которые находились. Они находились внутри Адама решено первого человека. после того, как Адам согрешил, те души, которые должны спуститься в этот мир и участвовали в грехе Адама, это основное количество душ, они первые три раза появляются в этом мире в аспекте, который называется Макев, они парят над каким-то человеком, и при этом они получают какую-то душу от митцвода этого человека, но внутри души этого человека они не находятся. Они помогают в исполнении митцвода, из-за этого избавляются от определенной тумы. После этого душа спускается уже внутрь какого-то человека, это основная душа человека, и если она сделала какие-то вещи, которые плохие вещи, то ей дается три попытки исправить. Если она начала исправлять эти вещи, то она продолжает приходить и исправлять в различные Гилгулим в этом мире. Гаон здесь нас вводит в Сугью и говорит о том, что если за три попытки исправить душа ничего не исправила, не начала исправления, ухудшила или ничего не сделала, то в этом случае ее работа заканчивается в этом мире, и она попадает в состояние Рафаим, в состояние, которое мы только что читали. То есть она полностью истребляется из этого мира, происходит карет Нашамы, и эта Нашама больше не участвует. Ее функцию принимают какие-то другие души, которые должны Литакен ее хэд, но этого человека как такового этой души больше не будет. Как правило, это, я не знаю, как правило, откуда я это знаю, я точно не знаю, но насколько я понял, как правило, этого не случается и какой-то текун делается. Но человек, который ошибается, делает ошибку, Бедерик Сейхель, и не просто ничего не исправляет, а попадает в состояние апикарсута из-за того, что то, о чем мы говорили, вместо нормальной иммуны, он приходит вместо иммуны к... Короче говоря, его дат расположена в таком состоянии, что он не может с помощью дат дойти до состояния иммуны, я знаю, то, что знаю, знаю, то, что не знаю, не знаю, и он не может экстраполировать выше и подняться выше до состояния иммуны во Всевышнего, то в этой ситуации человеку дается три попытки исправить эту Авейру, если он эту Авейру не исправляет, то в этой ситуации эта душа полностью отрезана, ее больше не существует. Это дат вильницкого Гаона. Окей? Более или менее? Потому что это такие... Гаон нас завел в тяжелые слои атмосферы, но он этим занялся, считает, что нам нужно это знать, поэтому используем то, что он сказал для понимания. Следующий пасук, какой у нас следующий пасук, это пасук номер 17. Он говорит, да, успели, любящий веселье человек нужды, любящий вино и тук не разбогатеет. Иш, начнем с... Иш, Махсор, Огэв, Симха. Наверное, все-таки надо одну секунду. То, что я все говорил, это был комментарий вильнюсского Гаона, который учит Торат Гилгулем, который учит понятие Гилгулем переселения душ. Есть письмо Раф-Иудай Гаона, который считает, что Гилгуль, понятие переселения душ, в Торе отсутствует вообще. Естественно, совершенно иначе учит этот пасук Мишли, чем Гаон Мивильна. И Раф-Иудай Гаон считает, что это понятие, которое пришло в иудаизм, в Тору, из других религий. И очень харифно относится к тому, что этой вещи не существует. Насколько я себе представляю, в Рамбове тоже ни разу не употреблено слово Гилгуль, и судя по всему, он тоже считает, что Гилгулем нету. Того же мнения придерживается Раф-Саадия Гаон. Вот, это целая определенная школа, до которых не дошли книги по Каболе, книги Зогора и так далее. Но Гаон Мивильна идет по пути Рабишиман Бар-Яхая, по пути Зогора, который наторат Гилгулем строит очень-очень много, и с помощью Гилгулем объясняет многие вещи, и в том числе, ну, я не знаю, в этом отдельном отрывке, который мы только что читали, он объясняет, что произошло между Маширобейном и этим египтянином, что Маширобейном был Гилгуль Гевеля, и должен был Литакен тот хэт, который произошел в это время, и так далее. Это прямо в Тиконеизовар написано прямым текстом, и поэтому как бы принято сегодня опираться на торат Гилгулем, но надо знать, что эта вещь связана с Махлокисом, я просто забыл это сказать, и каждый раз, когда меня заносит, я говорю на эту тему, потому что об этом заговорил Гаон, я сообщаю, что это не такая простая вещь, поскольку здесь существует определенный Махлокис на эту тему, но Гайом сегодня уже принято как бы вот так вот пользоваться этой торат Гилгулем. Итак, Адам Туэми Эуслиха, следующий посуд, Иш Махсор Агэф Симха, человек, которому не хватает, он любит Симху, Агэф Яйн, но тот, который любит вино и масло, он никогда не разбогатеет. Что имеется в виду? Говорит Мальбин, что есть разница между Сейхль и Хохма и Бина. Сейхль, Хохма, Бина. Три вещи. В Иетер Кахода Сейхль, Хохма и Бина это с одной стороны и остальные силы души с другой стороны. Сейхль это Кох Рахат Шейма Цела Адам Ла Сиг Бай Лах Ут Об Рах Ньют Ван Ниф Лав Это та сила, которая слегка, я не туда полез, я Мальбин на прошлый посуд взял, извиняюсь. Иш Махсар он говорит, что человек, который любит Сейхла, он постоянно находится в состоянии радости. Но человек, которому не хватает, то есть Сейхла его будет непостоянной, потому что он ощущает все время недостаток. И любая вещь, которая его радует в начале, она в конце концов привезет к тому, что он на нее будет смотреть, и у него будет, это будет на какой-то, эта радость будет на какие-то определенные дни. И не будет потом в дальнейшем его радовать, потому что всегда нужно еще что-то. И он захочет увидеть что-то взамен, что-то заменяющее то, что вчера было радостью, какую-то новую вещь, которая радует. И это будет постоянное состояние, ему постоянно будет чего-то не хватать. Сегодня весело, а к вечеру это уже надоело, надо что-то другое, это уже недостаточно. Но человек, который любит вино и масло, то есть он любит пить вино, и обмазывает свое тело всякими притираниями, я другого слова не знаю, этот человек никогда не разбогатеет, потому что все его деньги будут кончаться, и не только то, что ему будет не хватать, но кроме этого закончатся все его деньги. Что не так? Человек, который любит радоваться, деньги его могут не кончиться, но ему радости будет постоянно не хватать. Ну, я думаю, что... Сейчас, секунду, может быть, мы можем успеть? Нет, мы не можем успеть. Я думаю, что продолжение этого послука мы прочитаем в следующий раз, потому как уже время. Вот, спасибо, и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова